Министерство экономики Республики Татарстан совместно с Фабрикой предпринимательства, Казанским федеральным университетом, при участии студенческого телеканала «Универсмотри» презентуют новый реалити-шоу-проект «Фабрика предпринимательства». 10 команд на протяжении 90 дней будут создавать и развивать свой бизнес-проект. Главный приз победителям – 1 миллион рублей. Второй выпуск реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» мог бы начаться так. Или даже вот так. Но нам больше нравится вот этот вариант. Напомню, как все начиналось. В реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» было принято 859 заявок на участие. На презентацию в Корсен 4 апреля прибыло 350 человек. Состоялось знакомство будущих участников реалити-шоу с наставниками и экспертами. Там же было дано задание для первого отборочного этапа. Каждому присутствующему раздали обычный камень, и нужно было придумать необычную идею о том, как тебе поможет обычный камень доказать, что ты способен создать свой собственный бизнес. Задание выполнили более 200 человек, однако из них отобрали 135 человек с самыми интересными историями о камне. Затем 135 человек должны были за 30 секунд презентовать себя и сплотиться в команды по 5 человек. Таким образом, всего получилось 27 команд. Основные ценности у меня – семья и постоянное самосовершенствование. На этот проект я пришел, чтобы найти и поддержать лучшие предпринимательские проекты, познакомиться с лучшими людьми нашей республики. Я очень люблю заниматься садоводством, не укажу в анкете, никто не поверит, потому что на работу уходит любитная доля моего времени. Затем 27 команд получили одинаковое задание. Команда в течение недели должна провести социально значимую акцию для общественной жизни Казани и Татарстана. Итак, смотрим. Сегодня наставники фабрики предпринимательства выберут 10 из 26 команд. Основные критерии отбора – это многочисленность акции, социальность и оригинальность, а также работа в команде. На презентацию каждой команде дается 3 минуты, и затем наставники задают дополнительные вопросы. Команда All in All. Победить пришел! Здравствуйте, мы команда All in All, и представлю нашу команду Ильдар, Алина, Эльмир, Арина и Артур. Мы решили выбрать тему финансовой грамотности и назвали акцию «Финграм-революция». All in All – отличный проект, отличное задание, тема, которая очень близка к фабрике предпринимательства, финансовой грамотности. Более того, что все правила, которые там есть, я сам лично не пользуюсь, и это актуально не только для начинающих предпринимателей, просто для жителей, но вообще и для действующих предпринимателей. Если бы у меня в школе были такие знания, то я, может быть, раньше что-то сделал. Естественно, мы решили изменить нынешнюю ситуацию и пошли в школы, начиная с юных граждан нашей страны. И в конечном итоге мы обошли семь школ, собирали в актовых залах детей, школы шли на активное сотрудничество с нами. И также призвали студентов на массовых мероприятиях, на собраниях к освоению финансовой грамотности, так как она является основой, в принципе, жизни в нынешних условиях. У меня вопрос организационный был. Когда вы в школах организовывали, как это вам удалось? Звонили в школы, связывались в основном с учителями общесознания и истории, а далее выходили на директоров. Директора говорили, да, конечно, давайте, отличная тема. Во многих школах шли текущие мероприятия, типа научных дней, внутрешкольных и так далее. У нас встраивали прямо в график, в программу. В принципе, все удавалось легко довольно-таки. Обратите внимание, стоят пятеро людей, которые привлекли полторы тысячи человек к социальной акции. Я считаю, нужно похлопать. Команда 5 Energy. Мы делаем деньги. Как вы уже видели, мы провели социальную акцию поддержку рубля, поддержку экономики России. О нас услышало более пяти тысяч человек. Фидбэк дам. Я, честно сказать, просто очень люблю деньги. Я их коррекционирую. Ну, я из разных стран деньги коррекционирую. И прямо мне понравилось. Поднимали рубль. Они поднимают рубль. Да, молодцы с крысом. Молодцы, ребята. Друзья, Тимур Матагутинов сегодня был в Санкт-Петербурге. Всего на коммуне спасибо. Здарья. Сам ты дастся за клуб. 5 Energy превратила, наверное, самую обсуждаемую проблему в России в такой фан. 5 Energy. По масштабам очень серьезно ребята охватили город наш. Посетили, по-моему, все мероприятия, где было огромное скопление людей. Очень сильный инсту прокачали соцсети. Ну, очень много было и репостов, и там комментариев. Команда «Носорог». Нет препятствий, есть цель. По данным Минздрава Республики Татарстан, в 2014 году наша республика была одна из лидеров по количеству молодежи с сахарным диабетом. Каждые 10 лет число людей с данным заболеванием удваивается. Таким образом, заболеваемость с сахарным диабетом является острейшей медико-социальной проблемой. Команда «Носорог» серьезно беспокоена этой проблемой в нашем регионе, поэтому мы привели акцию под названием «Береги здоровья и смоток». Среди студентов. Ведь именно молодые люди, меньше всех, задумываются о проблеме здоровья. Почему именно диабет? Ну, когда мы увидели цифры, что в России 7 миллионов больных, в Татарстане это 100 тысяч, и экономика Татарстана теряет порядка 450 миллионов рублей ежегодно, мы не могли мимо этого пройти и остановились на этой проблеме. Тем более, была возможность, соответственно, была идея у нас организовать что-то интересное для студентов. Это экспресс-анализ на содержание сахара в крови. Решили делать эту акцию. Добавлю пару цифр. 9 человек, соответственно, у 9 человек было повышено содержание сахара в крови. Мы их отправили, соответственно, на медицинское обследование. 43% опрошенных студентов ни разу не сдавали этот анализ, и они сдали, соответственно, нашу акцию. Считаю это хорошим. Ребята молодцы, на самом деле, не так просто найти доктора и организовать все это, причем в высшем учебном заведении. Да и для многих студентов, и вообще для многих людей, наверное, знать, сколько у них сахара в крови, и есть ли какие-то предрасположения к сахарному диабету, на самом деле, наверное, очень полезно. Команда понравилась тем, что мне была четко видна цель, то, что она выбрала действительно социально значимую тему, тема, которая очень актуальна, лежит буквально на поверхности. Были видны, какие действия они предприняли, и главный результат тот, который они измерили и доложили о нем. Вот, по сути, это то как раз задание, которое и давалось от лица фабрики. Команда... Шарк! Наша команда Шарк, здесь должен стоять Тимур, но, к сожалению, жизнь нас бьет очень сильно. Один даже руку сломал, другой температура 38, поэтому он не смог прийти. Это Эмиль, меня зовут Искандер, еще один Тимур и Олег. За что Олегу руку сломали и в какой из акций? За потушить сигарету. С чем связано такое разнообразие акций? Ну, мы как-то не мелочились и решили три провести, но, кстати говоря, наши акции не закончились, и завтра мы едем в хоспис с Вавиловой, и будем помогать детям, как что-то помочь в плане, также с едой, и еще поедем с театром, с представлением. Как вам пришли эти идеи? Ну, идеи пришли очень просто. Я посидел, подумал, и они пришли. Они показали именно то, что, в принципе, в бизнесе очень важно всегда превосходить ожидания. То есть было задание сделать одну акцию, они сделали три, чем в итоге подкупили все жюри. И в бизнесе это тоже очень всегда пригождается, когда клиенту ты обещаешь на один, а делаешь там на два, на три, этот клиент точно купит у тебя и точно еще раз. И вернется, и позовет всех своих друзей, знакомых. Сегодня мы поможем животных в витомнике. Там, естественно, нужна помощь. Скажите, пожалуйста, садитесь на помощь, кто, чем помочь. А помощь каким образом можно наказать? Нужно звонить, вы что, приедете с деньгами или как? Это могут быть материалы, доски, кто-то может какие-то медикаменты привезти, резиновые перчатки, либо просто физическая помощь для того, чтобы выгулить этих животных. Меня реально зацепили тем, что тему, которую они взяли, они взяли не потому, что что-то надо было сделать, а потому, что они этим живут, они к этому серьезно относятся. И если они смогут вот такое же настроение, такое же отношение к делу передать в свою предпринимательскую деятельность, в свой бизнес, то я уверен, что результат и успех им гарантирован. Но самое сложное будет, наверное, для наставника, который будет в этой команде, именно переформатировать их с какой-то социальной направленности, социальной деятельности, на предпринимательство. У вас один из самых отличных видеороликов из тех, которые здесь были. Очень правильно снято, очень грамотно и, ну так, трепетно, да, то есть, ну, слеза как бы не накатила, но на самом деле за душу взяло. Что мне не понравилось, что не было какого-то результата, то есть, что вы раздали листовки, если бы вы сказали, что вот мы раздали там, там, две тысячи листовок, и вот семь человек привезли там два килограмма перчаток там, там три килограмма того-то и шесть килограмм того-то. И этого хватит там на 14 дней для там работы питомника. Вот, то есть нет какого-то результата в конце. Результат достигнут, помощь была оказана. Было собрано около 20 килограмм крупы, макарон, и перчаток, и лекарства было отведено лично мной. Для нас, когда мы посмотрели этот ролик, этого ничего не было. То есть в наших головах вы не отвезли там 20 килограмм крупы и так далее, так далее, так далее. Почему? Потому что этот основной посыл в ролике отсутствовал. Вы сделали реально хороший видеоролик, вы сделали акцию с результатами, а рассказать об этом забыли. Мы команда 4 плюс 1. Мы железно победим! Перед вами команда 4 плюс 1, а именно Егор, Андрей, Рамина, Антон и Никита. Наша презентация на видео, внимание на экран. Мы разместили объявления в ВКонтакте в казанских группах, таких как «Социальная Казань», «Подслушанная Казань» и другие, а также на доске объявлений в студенческих общежитиях, поскольку мы сами являемся студентами. После этого мы связывались с людьми, которые поставили лайки или сделали репосты. Их оказалось около 120 человек. В последующие дни люди сами стали нам писать и предлагать помощь в сборе одежды и игрушек. Ребята, вы большие молодцы! Все очень видно. Задача, действие, результат. Главное подтверждение результата. Спасибо! Конечно, провести социальные акции для большинства команд было совсем непросто. Сколько у вас участвовало мероприятие? На самом деле мы не смогли почитать. Почему? Потому что мы затратили большое количество времени на опросы, на проведение лекций-беседы в школах. Вот. И примерно совокупив всех посетителей нашей странички в социальной... Слово «Бразерс» в вашем названии не просто так, я стал! И это общее количество людей примерно. То есть мы не смогли почитать точное. Сколько примерно? Мы остановились, кто-то говорил от 500, я посчитал 700. То есть у кого что? Потому что еще тут такой есть вопрос, что мы даже не смогли еще видео посмотреть, все, которое сняли. Мы засунули очень маленькое количество. Суть нашей акции была на деление остановок мини-библиотеками, да, где каждый сможет взять любую понравившую себе книгу, взять ее с собой в поездку на общественном транспорте, там почитать. Это мы слышали, вы это уже говорили. Это мы слышали, да, хорошо. То есть уделять этому времени в поездках на общественном транспорте. Сколько книг вы раздали? Да, вот по охвату, буквально за пару часов акции мы раздали более 300 книг. В итоге мы их раздали более 500 на безвозмездной основе. А книги куда-нибудь возвращались потом? Мы оставили на остановке, вот где мы проводили эту площадь Укая. А те, кто забрало, куда-то возвращались? Те, кто забрал, они там и туда вернут. А как они туда могли же вернуть, если они оттуда уехали куда-то? Нет, в этот же день они возвращали. То есть как они почитают? Пока у нас только одна остановка. Нет, такой вопрос. Правильно я понимаю, что человек пришел на остановку, взял книгу, сел в автобус, на следующей остановке оставил книгу. Да, на той остановке, где вышел. А как можно за эту, там, ты едешь 10 минут, прочитать целую книжку? Нет, ее можно взять домой, потом снова в автобусе почитать. То есть на неопределенное время. А как вы думаете, можно было бы продавать книжки на остановку? Продавать нет, я думаю, потому что это все-таки какой-то рекламный фундамент, да, куда в книги можно было вкладывать визитки, допустим, компании, да. Вот как издания современные зарабатывают на рекламе. Добрая половина команд выбрали темой социальной акции «70-летие победы в Великой Отечественной войне». Команда «Золотая Орда» С нами к победе Олга! Добрый день, дорогие друзья! Сейчас вашему вниманию я представляю единую, замечательную, целеустремленную команду под названием «Золотая Орда». 22 апреля мы провели социально значимую акцию под названием «Помним и гордимся». В нашу акцию были привлечены более 600 участников, которые получили более 600 георгиевских плен. Также на благотворительность мы собрали сумму более 2,5 тысяч рублей, а также привлекли звезд татарской эстрады. Ребята, давайте представим, что вы точно, стоит такая же задача, нужно собрать аудиторию, но рассказать им о правилах дорожного движения. Если в этом случае, так же я обратно обращусь к любимой нашей Насте Рещиковой и потомке Лену Анатольевне. Они всегда поддерживают нас, потому что в данном направлении. И потом это соцсети, соцсети это ВКонтакте, Инстаграм, ВК-бот, который непосредственно был ответственный пояс. И будем оттуда тоже привлекать народ, Инстаграм. Молодой человек, а как вас зовут? Ислам. Ислам, вы очень часто ориентируетесь на административный ресурс. Просто хочу предупредить вас, что в бизнесе не всегда это работает. Да, да, да. Спасибо. Что это, прессованные дрова продаваться через вот тот канал, скорее всего, не будут. Да, 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 я понял вопрос. Они сразу же заработали деньги, как настоящий предприниматель. То есть настоящий предприниматель должен всегда, я считаю, главный показатель – это деньги в кассе. Если есть деньги, то у тебя бизнес успешный. Если у тебя денег нет, но он у тебя какой-то очень гламурный, очень популярный и т.д. и т.п. А денег нет, то это уже не бизнес. Мы – коллектив начинающих предпринимателей. КНП. Время – деньги. Мы же принимаем фотографии с ветеранами, с бабушками, с дедушками. Это значит, что как минимум человек пойдет, спросит и увидит, в каких условиях сейчас живут ветераны. Их вспоминают, к сожалению, один раз в году, 9-го числа. А еще 364 дня мы видели ветеранов, которые живут с текущей крышей, у которых… Можно вопрос как раз к тему? Я вижу, что вы очень хорошо проработали вот эту тему. И у вас наверняка уже сформировался какой-то нетворкинг, вы, наверное, обладаете контактами людей. Очень простое задание. В Казани есть дом престарелых для ветеранов Великой Отечественной войны. Завтра в 9 утра надо туда съездить и отремонтировать туалет. Ваши действия? Лично я готов ехать туда и отремонтировать туалет. Один не справишься? У меня есть команда, у нас 5 человек. А если также у нас, получается, знакомая есть, это социальный нетворкинг, ближайшего человека, очень может сработать. Завтра к обеду ждем фотоотчет отремонтированного туалета в группе «Фабрика предпринимательства», да? Я правильно понимаю, что это первое задание в следующем году? Команда «Битцентр»! Невозможное! Возможно! Выбор вот этой темы, вы не боялись, что тема будет довольно избитая? Потому что каждый второй выходит с этой темой. Мы себя тут ветеранами чувствуем просто на вечере памяти победы. Скажи пару слов. Тема довольно избитая, да? Но такой акции просто не было. И нужно было там присутствовать на самом деле. Что там происходило? Там все жгли, там все кайфовали, получается. Было очень хорошо. Видно было окна 70, да? То есть это вы сделали такое... ВОВ 70. Скручивали ламочки или просто включали-выключали? Включали-выключали. То есть сначала по сигналу сирены выключили все окна. Потом наступает тишина. Сначала играет военная музыка тихая. Кто сценарий писал у вас? Кто у вас? Все вместе. А у вас есть опыт до этого таких вот ивент-мироприятий? Нет. Первый у вас талант. А потом девочка выступила со стихотворением вот этой вот варварой Мусы Джалиля. Рассказала. Такое тяжелое стихотворение. Все плакали. И потом опять наступает тишина, вой сирены. День Победы вот этот хор поет. И начинается вот вместе с хором зажигается первое окно В, потом О, В. И 70 все вместе. Вы знаете, иногда от видео, да, вот схватывает сердце. А тут от рассказа, да, вот как бы он рассказывает. Рука им показывает, прямо связа наворачивается, да, вот так он, когда сирену показал, у меня уже связа все пошла. После всех презентаций началось обсуждение наставников за закрытыми дверями. Итак, обсуждение закончилось, и 10 команд, которые продолжат борьбу за инвестиции в размере 1 миллиона рублей, определены. Ими стали Коллектив начинающих предпринимателей Five Energy All in All Команда А Амбицентр 4 плюс 1 Ход конем Носорог Шарк Названы были только 9 команд. После долгих дискуссий наставников черту в этом вопросе подвел Айдар Булатов. Мне больше не нужны записи. Наш отбор подходит к концу. Одна команда из 15, Которая сейчас сидит в диких переживаниях, выйдет на эту сцену. Слышны биения сердец? Я не случайно ее оставил в заключении, потому что она как раз является... Кто-то принимает успокоительное, а кто-то... Наверное, примером расцвета того, что связано с историей, с Татарстаном, могуществом, успехом, каким-то порядком. Одним из лучших проектов в истории. Ну же... Команда Голден Хорнс. Есть! Команда Золотая Орда продолжит борьбу в реалити-шоу за 1 миллион рублей. Команда Золотая Орда. Эксперты выбрали всего 10, которые смогут участвовать в реалити-шоу. Остальным 17 командам было предложено участвовать в дистанционном курсе «Фабрика предпринимательства». Команды будут смотреть видеокурсы, выполнять задания, и им также на помощь всегда могут прийти наши наставники. Но самое интересное, что все 27 команд будут бороться за главный приз — 1 миллион рублей. Я скажу три главных фактора успеха любого проекта, который здесь был представлен. Первый — это выбор акций. Очень важно было подойти. Видно было, как уникальные проекты, такие как книги, борьба с заболеваниями, защита животных, вызвало повышенный интерес наставников. Второй момент — это технология проведения. Очень важно, насколько это было ярко, интересно и технологично достигало своей цели. Сюда же я добавил достижение и результат, когда люди ставили себе изначально цель, чего они хотят достигнуть. И третий момент — это, конечно же, вовлечение как можно большего количества людей в свою акцию. Вот те, кто не попал, они либо по всем, либо по каким-то из этих пунктов не доработали. В течение следующей недели участники проекта пройдут тренинг и получат инструменты по поиску бизнес-идей. Затем им нужно на основе собственных компетенций придумать более ста идей, выбрать из них три наиболее перспективные и по каждой из этих трех сделать опросы целевой аудитории и посоветоваться с экспертами. Только после этого они выберут ту идею бизнеса, которую и будут осуществлять по ходу проекта. У нас ото всех идея отличалась просто. Мы хорошие. Ну а завершить второй выпуск программы мы хотим словами Айдара Исмогилова. Каждый из вас сегодня прикоснулся рукой, сделал первый шаг от того огромного марафона, который вы можете в своей жизни пробежать. Поэтому если 42 километра вас не пугают, вы встаете и начинаете этот путь. Поэтому сегодня те из вас, кто победит или проиграет, имеют право, шансы, возможность пробежать этот марафон в любом случае. Поэтому я хочу пожелать тем из вас, кто не победил сегодня, не сдаваться. Посмотрите на меня, посмотрите на моих друзей. Каждый из нас начал с того, что у него ничего не было. И сегодня у большинства из вас точно такое же начало. Хочу вам пожелать успеха. Молодцы. Министерство экономики Республики Татарстан совместно с Фабрикой предпринимательства, Казанским федеральным университетом, при участии студенческого телеканала «Универсмотри» презентуют новый реалити-шоу-проект «Фабрика предпринимательства». 10 команд на протяжении 90 дней будут создавать и развивать свой бизнес-проект. Главный приз победителям – 1 миллион рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова